Еще в начале лета губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе заседания Краевой межведомственной комиссии заявил, в Краснодарский край едут сотни тысяч туристов, многие на автомобилях и придорожный сервис – одна из визитных карточек региона, он должен быть на высоком уровне. В связи с поставленной задачей в край разработан единый стиль оформления для всех объектов придорожного сервиса. О том, как данное поручение выполняется славянскими предпринимателями, в репортаже моих коллег. Чтобы у отдыхающих о нашем районе и о крае в целом оставались только положительные впечатления, сфера придорожного сервиса должна соответствовать всем нормам и требованиям, а услуги предоставляться на высоком уровне. Для того, чтобы проверить, насколько добросовестно местные предприниматели подошли к этому вопросу, проводится мониторинг состояния торговых точек. Придорожный сервис нашего района представлен 39 объектами. Это автомойки, заправочные станции, объекты, розничной торговли, общепиты и придорожные сельскохозяйственные ярмарки. Когда въезжаешь на территорию Краснодарского края, привлекают внимание эти сезонные площадки, на которых идет реализация именно кубанской продукции, которая, как известно, во всей России – это лучшая продукция. Поэтому для того, чтобы это было единообразно, для того, чтобы это было достойно и красиво, и узнаваемо гостями нашего края, департаментами потребительской сферы, департаментами архитектуры, разработаны целые методические рекомендации, которые изданы и на основании которых все эти схемы, все эти площадки организовываются. Для придорожных сельскохозяйственных ярмарок разработаны элементы брендирования. Торговые точки должны соответствовать требованиям безопасности дорожного движения, то есть оборудованы парковочными местами и безопасным съездом с дороги. В обязательном порядке должны быть установлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, туалет, беседка для отдыха и приема пищи автотуристов. Выполнение всех этих требований регулярно контролируется не только районной властью, но и федеральными контрольно-надзорными службами. Так, недавняя проверка показала, что все объекты придорожного сервиса на территории Славинского района соответствуют заявленным требованиям. Нарушений не выявлено.